Да, еще раз всем привет. Значит, мой доклад — это докер на устройствах компании Apple на чипсете M1. В частности, вообще в целом работа докера на этих устройствах и, в частности, разработка на GoLang. На слайде можете видеть мои контактные данные. Вдруг, если возникнут вопросы, можете смело со мной связываться в любое время, без проблем. Также есть ссылочка на эти слайды тоже, если вдруг что-то там забыли уточнить, подсмотреть, можете переходить и смотреть. Итак, как вообще оказался? Я работаю в компании Vron. Я много лет писал, и в данный момент тоже я пишу на Ruby, Ruby on Rails, пишу разные сервисы, работал в разных проектах. Это были там и фитнес-проекты, в данный момент сервис для продажи медицинских средств на территории США. Да. И в последнее время я перехожу на GoLang, интересуюсь очень активно. Есть даже сервис, который работает в продакшене, написанный мной, там связан с сообщениями. Как я уже сказал, и это видно, я работаю в компании Vron. В компании Vron это в основном заказная разработка. И у нас удаленка с 2008 года, и все работают на своих собственных устройствах, в собственных девайсах. И я, вот я в частности, да, я работаю на Apple уже больше, не помню, больше пяти, больше шести лет. Вот в прошлом году я обновил свое устройство на MacBook Air с чипсетом M1. И как вообще я работаю, как работает на этом устройстве, в частности, как работать на этом устройстве с докером. Есть нюансы, о которых я постараюсь рассказать. Наверное, не все, но в основном. Наверное, для начала я хотел бы рассказать вообще, в принципе, как работает докер на Linux-машине. И потом сравнить, как работает докер на устройстве с чипсетом M1. На обычной Linux-машине запущен какой-то сервис, докер-демон, поверх операционной системы. Ну, на данный момент, вернее, на днях там вышла уже какая-то новая версия. Ну, вот на время подготовки доклада это было Ubuntu, например, 2204. Операционная система запущена поверх какого-то ядра, и, соответственно, это все работает поверх какого-то процессора. Это обычно x86-64 процессор. Пользователь со своей стороны управляет работой докера с помощью Docker CLI, то есть какие-то команды. И, например, пользователю нужно для своей работы использовать образ Fedora для каких-то целей. Он запускает команды докера Fedora. Докер пытается найти этот образ локально. Если его нет, он обращается на хаб, скачивает его, и пользователь получает выпутушенную Fedora без ядра, с минимум программ, файлов, которые как бы нужны для работы этого образа. А также Linux имеет стабильный API, это как API, ну, то есть это обмен данными с ядром хостовой машины и ядром докер-образа. Как это все дело работает на чипсете M1? В целом, как бы, тоже такая же система, но здесь подключается один очень важный компонент, который называется QM, о котором я расскажу чуть-чуть подробнее потом, попозже. Также пользователь запускает команду докера Fedora, скачивается этот же образ, и он помещается уже, работает непосредственно в виртуальной машине. А теперь покажу маленький фокус. Все команды будут выполняться, ну, все команды выполнялись на устройстве с чипсетом M1. Мы запускаем баш в образе GoLang, запрашиваем версию Go, и мы получаем, что версия Linux ARM64. Ну, что соответствует, чипсет M1 имеет архитектуру ARM64. А теперь мы запустим эту же команду, но с параметром platform, где укажем другую платформу, Linux ARM64, это платформа, которая отличается от нашей текущей. Также мы запрашиваем версию, и мы видим, что версия получается ARM64. То есть получается, что докер каким-то образом смог запустить версию Go, которая отличается от архитектуры процессора. Как вообще, как это все происходит? Да, кстати, вот один маленький момент. Если такой же финт попробовать сделать на обычной Linux машине, то ничего не получится. Просто мы вот получим такую ошибку, exact format error. То есть Linux попытается, естественно, запустить неродной бинарник на свою архитектуру. Итак, QM. Это, наверное, основная вещь, которая работает с докером на чипсете M1. Ну вот на слайде вы можете видеть Task Manager. Это машина с 64 гигабайтами оперативной памяти. И пользователь только-только запустил Docker Desktop. Можно видеть, что QM довольно-таки любит оперативную память. И уже на старте она забрала 8,5 гигабайт. Ну, неплохо. У меня, например, на 8 гигабайтах QM на старте забирает где-то порядка 4,5 гигабайт. Это довольно-таки ресурсоемко. Итак, QM. Это виртуальная машина. Может использовать Hypervisor Framework. Там маленькая схемка, как это работает. Наверное, я не буду более глубоко внедряться в технические подробности. Также QM может эмулировать процессоры различные. На одном из слайдов дальше будет приведен список процессоров, которые может эмулировать QM. И, наверное, я хотел бы показать, как работает QM на базе какого-то небольшого бенчмарка. Вот есть такая маленькая программа, написанная на Nago. А также тест, который запускает эту программу. И, например, если запустить этот тест в образе с нативной архитектурой и в образе, которое отличается архитектурой, мы увидим, что скорость работы почти в два раза медленнее. Это, в принципе, маленький небольшой бенчмарк и скорость работы довольно-таки заметна. Если это будет какой-то большой проект с большими алгоритмическими вычислениями, я думаю, что это будет очень долго. Да, наверное, можно заканчивать. Хотя нет, это шутка. Нет, я продолжаю свой доклад. У нас еще очень много интересного впереди. Итак, какие есть особенности работы QM с чипсетом M1? Используется такая вещь из линукса bin.fmt.mccs. Здесь, ну, почему я вставил здесь уточку? Потому что в целом эта технология, можно ее сравнить с такой вещью, как duck typing из программирования. Это обозначает, что если эта система говорит о том, что если ты видишь какой-то неподдерживаемый бинарный файл, который выглядит как какой-то архитектуры, значит, используй вот этот интерпретатор, который запустит вот этот вот бинарный файл. Также QM использует binary translation. Это именно вот после того, как bin.fmt.misc определил архитектуру системы, подключается binary translation, что переводит бинарные инструкции из одной архитектуры в другую. Это позволяет нам использовать, запускать исполняемые файлы, написанные для одной архитектуры на архитектуре, которая отличается. Также, как я говорил, что QM может эмулировать различные архитектуры процессоров. Вот это список всех архитектур, которые может эмулировать QM. Ну, довольно-таки обширные, и я думаю, что это будет пополняться в будущем, потому что технологии развиваются. На слайде можете видеть команду запуска виртуальной машины QM, которую выполняет Docker Desktop. Ну, это, скажем так, команда была сграблена с помощью PSAUX, то есть Docker Desktop – это закрытая вещь, и мы не можем видеть исходников. И вот в этой команде можно увидеть, что QM использует CPU хоста, то есть для запуска. Но потом, после, уже как бы, когда нужно нам поменять CPU, QM может его эмулировать. С 14 марта 2022 года выходит, вышла, вернее, уже даже новая версия 4.6.0, в которой компания Docker добавила несколько интересных экспериментальных функций. Пока экспериментальные, но я думаю, что вполне может быть, они уже станут в будущем основными. Итак, какие это функции? Первое – это использование Virtue.fs для обмена файлами. Наверное, это, ну, одно из лучших обновлений Docker Desktop, потому что по работе, я, насколько знаю, одно из самых узких, как говорится, бутылочных горлышек – это работа с файловой системой. То есть, когда Docker начинает обмениваться информацией с файловой системы, то есть мы подключаем локальный какой-то каталог и начинается синхронизация, это очень медленно. С помощью этой технологии, я думаю, что работа будет Docker намного быстрее. А также с этой версии Docker предлагает использовать Virtualization Framework вместо Hypervisor Framework. Что это обозначает? Это обозначает, что будут использоваться встроенные системы виртуализации в Mac OS, а не QM. Вот так в настройках вот эти функции выглядят, так они включаются. И после того, как мы уже эти настройки активизировали… А, да, еще один вот момент. Забыл сказать, что сейчас идет тестирование Mac OS 13. Пока еще нету, она в бете. И будет возможен запуск Intel-исполняемых файлов в виртуальной машине Linux с помощью Rosetta. Ну, то есть с помощью уже, опять же, встроенных утилит именно Mac OS, то есть без использования виртуальной машины QM. После того, как мы включили эти опции, которые рассказывал War II FS, в Task Manager исчезает виртуальная машина QM и появляется вот такой Virtual Machine Service, что говорит о том, что Mac OS использует встроенные средства виртуализации, а не виртуальную машину QM. И если мы запустим, если вот я запускал тест, который был на предыдущих слайдах, видно, что скорость не насильна, но стала работать все быстрее. Возможно, это связано вот с улучшением файловой, обмена файловой системой, может быть, вообще в целом работы с процессором. Ну, и несколько таких теоретических вообще предложений о работе внутри Докера. Почему вообще пользователь, зачем разрабатывать внутри Докера? Программист может работать над разными проектами. Как известно, разные проекты имеют разные версии программного обеспечения. С помощью Докера разработчик может не беспокоиться за эти версии, поднимая стэк на базе Докера, он будет это все получать без проблем. Также пользователю не нужно переключать хост-энварьмент. Вообще, в принципе, он не нужен, этот хост-энварьмент. Также с помощью Докер гарантируется одинаковая работа под любой операционной системой, будь то Windows, Linux, MacOS или какие-нибудь там, не знаю, другие экзотические операционные системы. Также программист может использовать чужие контейнеры или какой-то сложный Докер-компост. Также контейнеры могут быть там какие-то приватные, то есть что угодно. И, ну, наверное, такой хороший плюс, которого мне иногда не хватает, что используя Докер, программист может какие-то вещи отлаживать в продакшен или в стоящее окружение. Известно, что некоторые вещи очень сложно дебажить локально, которые происходят в прод, поэтому, возможно, Докер в некоторых моментах поможет решить эти проблемы. А также каждая IDE, которая работает программист, имеет такую концепцию Remote Development. Что это такое? Во-первых, IDE может как бы смотреть в разные, как это сказать, разные точки, работать с разными устройствами. Это как файловые системы, как работа по SSH, по WSL, это виртуальная машина Windows и с Докером. Что значит вообще смотреть? Это обозначает, что IDE будет иметь какой-то workspace, будет иметь, ну, минимум, explorer для файлов, будет иметь возможность интроспекции и рефакторинг делать, какой-то интегрированный терминал, чтобы посмотреть какие-то вещи, а также делать запуски, откладки и отладку проекта, с которым мы работаем. В Remote Development есть точно в ASCode и JetBrains. Про другие редакторы IDE я не скажу, но вот в этих точно есть. Также разработчик может использовать Docker Compose, но при этом разработка будет внутри одного или нескольких контейнеров. Также разработчик это будет запускать снаружи через Docker Compose и может делать отладку с использованием Delve, ну, это в частности именно для GoLang с помощью Delve Debug Listing и настройки Launch JSON, например, в ASCode. Это все было как бы больше теоретическая вещь, возможно, вспомнить что-то, обновить. А теперь хотел бы рассказать о некоторых кейсах практического применения Docker и Docker Compose в работе программиста. Ну, первое, о чем бы я хотел сказать, это Remote просто в целом, концепция Remote Development VS Code. Я работаю с VS Code, мне, в принципе, нравится этот редактор. И больше все слайды будут больше взяты скриншоты из него. Вот у нас есть такой простейший Docker файл, простейшая Hello World программа на GoLang. И для того, чтобы, ну, работать, разрабатывать с помощью VS Code, нужно сделать пару шагов. Нажать в нижнем левом углу вот такую волшебную кнопочку, выбрать Open Folder in Container, выбрать Docker файл, который мы открываем, и that's it, как говорится. Мы получаем работающий контейнер с нашей программой. Внутри его мы можем делать какие-то операции, создавать файлы, если хотите, можете даже редактировать. Насколько я помню, там Vim есть в минимальной поставке. Запускать, компилировать, что угодно. Про отладку. То есть вот мы запустили, как самая главная вещь, как можно отлаживать. После того, как мы запускаем наш проект в VS Code, сам VS Code сейчас довольно-таки дружелюбен и предлагает нам установить необходимые для работы расширения вовнутрь Docker контейнера. Соглашаемся. Возможно, еще там будут какие-то в соответствии с вашими настройками предложения сделаны, чтобы установить то или иное расширение. И после запуска всего этого дела мы можем просто элементарно получать дебаг внутри Docker контейнера. То есть можем ставить точки останова. Слева мы будем видеть наши переменные, вызовы. Ну, все как обычный дебаг в локальной ситуации. Ну, и, наверное, такой более интересный момент практического применения Docker и Docker Compose в работе программиста – это фонокомпиляция. В целом, про концепцию. Я даже вот занимался этим вопросом, и это довольно-таки интересно. Например, для сравнения какой-нибудь другой язык, там, JavaScript или какой-то другой. Разработчик, когда вносит какие-то изменения в файл, например, вот в рейсах в Ruby and Rails есть веб-пакер, который автоматически перекомпилит все JavaScript файлы и перезагрузит сервер. То есть пользователю, программисту, вернее, не нужно там останавливаться, перезапускать и там делать какие-то движения, все делается автоматически. Примерно такую же концепцию я попытался написать и сделать для разработки именно GoLang-приложения. То есть мы, предполагаем, есть такая ситуация. Пользователь работает, разрабатывает приложение свое локально, но при этом, чтобы не отвлекаться, у него на фоне запущен докер с неким сервисом, который будет автоматически перекомпилировать его приложение и перезапускать. То есть все на автомате. Я создал GitHub-репозиторию с примером, о котором я буду рассказывать. Вдруг кому-то будет интересно, можете поучаствовать, пол-реквесты, предложения. Welcome. Итак, есть такой простейший докер-файл, где устанавливаются все необходимые зависимости, настройки, открывается порт и в итоге запускается Shell Script. Также есть простой докер-композ. Простой, почему здесь один всего лишь сервис, который запускает основное приложение, но ничто не мешает туда добавить что угодно, там Redis, PostgreSQL, MySQL, что угодно. И простейшее Go, простейшее Go-приложение с помощью сервера Jim, которое на точку ping отвечает pong. И, наверное, ну, важные две вещи. Это скрипт. Верхний скрипт запускается при старте контейнера. Он запускает утилиту WatchExec и проверяет все... Он мониторит изменения всех файлов с расширением Go. и если какие-то файлы с расширением Go поменялись, он запускает скрипт Build.Rub. То есть, опять же, программист может сюда добавить любые другие файлы, там, YAML, файлы настроек, какие угодно. То есть, и при их изменении, опять же, будет происходить то же самое. И сам основной файл, который делает, можно сказать, основную грязную работу, он убивает, если есть процесс основной, перекомпиливает его и запускает. И, то есть, в целом, работа программиста выглядит как. Он запускает Docker Compose App, соответственно, поднимается весь его сервис, разрабатываемый, с базами данных, со всеми делами. Работает с каким-то кодом, делает изменения, сохраняет файл, и скрипт автоматически мониторит изменения этого файла, автоматически его убивает, перезапускает, компилит, и программист получает сервис, уже работающий с новыми изменениями, какими он сделал. То есть программисту не нужно каждый раз там отвлекаться, там, убивать процесс, делать там make build, или как он там обычно, go build main, чтобы запустить по-новому этот процесс. То есть все будет делаться на фоне автоматически. Ну, после доклада я предлагаю обсудить какие-то вещи. Во-первых, обсудить, возможно, что разработку внутри контейнеров нужно настраивать. Нет, наверное, нет, я не встречал таких сервисов, чтобы вот нажал Docker Compose, и все, все работает, уже все хорошо. Нет, нужно первый раз, возможно, настроить, но потом уже будет все настроено, все будет работать. А также о том, что разработка Docker поддерживается в S-code Brains. Возможно, у вас есть какие-то use cases, где есть поддержка в разработке в Docker, в других IDE, там, не знаю, может, в Vim. Также о том, что разработка в Docker полезна в некоторых сценариях работы не всегда, но иногда даже она может быть даже и не очень полезна, а вредна разработка. А также, наверное, обсудить можем о том, используем виртуальные машины QM или встроенной виртуализации в MacOS Virtual Machine Service. В принципе, наверное, у меня все. Спасибо за внимание.